Конфликт между Ираном и Израилем Праздник будущих мам в униклинике КФУ Выставка «Ремесло Ирана» и гости из Ирана и Узбекистана Всем привет! В эфире «Универ» новости, а в студии Анастасия Дворнова В Казанском федеральном университете состоялось совещание антикоррупционной направленности с участием представителей руководства ВУЗов Республики Татарстан, студенческих комиссий и общественных организаций Организация работы по предупреждению и профилактике коррупционных проявлений и правонарушений является одним из приоритетных направлений деятельности ВУЗа Участники совещания обсудили актуальные вопросы контроля, надзора, профилактики коррупционных рисков в сфере образования практику применения в образовательном процессе курсов по антикоррупционному просвещению а также работу, направленную на усиление роли студенческого актива в профилактике коррупции Я вообще думаю, что именно этот формат проливения круглого сада очень полезный и нужный Причем потому, что правильно в самом начале сказано, что здесь по сути собрались теоретики и практики Начало месяца ознаменовалось событиями, продолжающими Ирано-израильский конфликт 4 апреля газета «Израиль.Инфо» сообщила, что Иран планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов Действие обозначит собой ответ на нанесенную ракетную атаку военно-воздушных сил Израиля по комплексу зданий посольства Ирана в Дамаске Подробнее об истории зарождения конфликта, его причинах и ситуации на сегодняшний день узнаете в следующем сюжете Конфликт между Израилем и Ираном – один из наиболее острых и неразрешимых на территории Ближнего Востока Но в истории был период, когда между странами были дружеские отношения Причин для этого было множество 6 марта 1950 года Иран признал Израиль как государство вторым среди мусульманских стран Евреи проживали на территории Ирана на протяжении тысячелетий И особых противоречий между двумя народами никогда не было К тому же единственной страной, которая поставляла нефть в Израиль после введения нефтяного эмбарго, оказался Иран Являясь одним из основных импортеров израильских товаров и услуг Но с 70-х годов XX века политическая конъюнктура в регионе начала резко меняться В то же время нужно отметить, что в период 50-х-60-х годов в Иране действовал шахтский режим Который был заинтересован в развитии различного рода торговых и финансовых операций в регионе Ну и вот в этой связи между Израилем и Ираном в 50-е-60-е годы были отдельные примеры экономических связей Можно даже говорить о том, что в этот период де-факто были установлены контакты между двумя государствами После ухода Израиля из Южного Ливана и захвата Хезбалой активов армии Южного Ливана В мае 2000 года конфликт продолжался на низком уровне, сосредоточенный вокруг ферм Шебаа Небольшого региона на склоне горы Хермон С избранием президента Ирана сторонником жесткой линии Махмуда Ахмадинижада В 2005 году отношения между Ираном и Израилем становились все более напряженными Поскольку страны участвовали в серии опосредованных конфликтов и тайных операций друг против друга Ливанская война, захват Израилем судны из Сирии, доставлявшие иранское оружие в газу, кибервойны и диверсии И это минимум того, что происходило за последние 25 лет Когда в Иране произошла исламская революция, отношения с Израилем одномоментно испортились Потому что Иран считал, что государство Израиль незаконно создано И, соответственно, всячески выступал на стороне Палестины И это привело к разрыву всех контактов и достаточно сложной ситуации в отношении между двумя этих государствами Ну а в дальнейшем, если мы говорим о событиях 90-х годов, начала 21 века То отношения между Израилем и Ираном оставались по-прежнему очень сложными Дипломатические отношения так и не было установлено 1 апреля 2024 года ситуация между странами снова обострилась Примерно в 17.00 по московскому времени Израиль с воздуха атаковал консульство Ирана в Дамаске Как позднее сообщило Иранское информационное агентство ТАСНИМ В результате погибли 5 офицеров и 2 генерала корпуса стражи исламской революции Также сообщалось о гибели 6 мирных жителей в результате удара по консульству, которое было полностью разрушено Но Израиль свои операции против Ирана или Сирии не комментирует Ну а самым, наверное, таким ключевым моментом является современный аспект При котором действительно та операция, которую проводит Израиль в секторе газа Она во многом выводит эту проблему на проблему Хамас Хамас, как мы уже отметили, пользуется поддержкой Ирана И вот в этих условиях известен факт, недавно произошедшие атаки Израиля по консульству Ирана в Сирии И это событие, конечно, очень существенно усложнило обстановку на Ближневосточном регионе Очень существенно ухудшило отношения между Израилем и Ираном Западные средства массовой информации сообщают, что Иран может нанести ответный удар по Израилю в течение ближайших 48 часов Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана уже заявляли, что страна оставляет за собой право принять ответные меры против Израиля После авиаудара по Генеральному консульству Исламской республики в Дамаске В свою очередь, командование армии обороны Израиля объявило о призыве резервистов в соединении противовоздушной обороны Анастасия Чуняева, Кристина Отекина, Универ Новости В университетской клинике Казанского федерального университета прошел праздник для беременных пациенток женской консультации В рамках мероприятия обсуждались вопросы планирования и ведения беременности Своими советами и рекомендациями поделились квалифицированные специалисты в своей области О том, как это было, расскажет наш корреспондент Казанский федеральный университет на постоянной основе организует мероприятие не только по развитию студенческой активности Но и для поддержания хорошего настроения пациентов университетской клиники В преддверии Всероссийского дня беременных холл уни-клиники Казанского университета был украшен шариками, наклейками в виде следов от маленьких ножек, ангелочками и вещами для новорожденных Мероприятие началось поздравление Елены Куртосановой, заместителя главврача по акушерству и гинекологии университетской клиники Она поздравила будущих мам с праздником и поделилась опытом своей беременности Также теплые слова сказали и другие специалисты университетской клиники Каждый от души поздравил будущих родителей и сообщил, что женщины могут рассчитывать на ежедневную физическую помощь и психологическую поддержку Основная задача нам оказания плановой и экстренной помощи в основном это нашим беременным И сегодня наш праздник посвящен к этим событиям Как только женщины беременны к нам приходят, мы их берем на учет по беременности на любом сроке Обследуемся согласно приказу 11.30 в полном объеме И после этого мы приглашаем и рассказываем, какие у них анализы, результаты Атмосфера тепла и уюта держалась на протяжении всей встречи Будущие мамы с улыбкой слушали специалистов А те, в свою очередь, пытались донести самую важную информацию и морально поддержать беременных На мероприятии также показали видео, на котором была запечатлена ценность материнства Оно тронуло сердца всех зрителей Не менее душевной стала музыкальная пауза Будущим мамочкам вспомнили песню на татарском языке В тексте которой описывалось важность семейного единения и трепет ожидания приближающегося чуда В завершении мероприятия женщины задали интересующие их вопросы врачам После чего всем беременным были вручены цветы и подарки Я основательно готовлюсь к встрече со своим малышом Это самое большое чудо, которое может быть в жизни Готовлюсь к естественным родам Хожу в эту женскую консультацию в школу материнства Здесь очень много информации дают как теоретической, так и практической На сегодняшний день очень много внимания государство уделяет именно поддержке семьи и материнству Это очень здорово, это прям максимально здорово, потому что проводят всевозможные беременные встречи Какие-то форумы, огромное количество лекторий В любой женской консультации, либо в детских поликлиниках проводят курсы по подготовке к родам и к материнству Это очень здорово, поддержка мощная идет от государства, это очень приятно Ожидание ребенка – один из самых волнующих и важных периодов в жизни каждой женщины Выбор имени, ремонт в комнате, покупка милых маленьких вещей и игрушек – это только одна сторона медали Но мало кто задумывался о том, каким перестройкам подвергается организм будущей матери Поэтому подобные мероприятия очень важны как для женщин в положении, так и для тех, кто только планирует беременность Рафаэль Хелемензик, Кристина Атекина, Александр Антонов, Универ, Новости В музее истории Казанского федерального университета состоялась череда важнейших для ВУЗа событий Так, на открытии выставки «Ремесло Ирана» встретились сразу несколько представителей различных культур Гости из Ирана и Узбекистана Подробнее о том, какие экспонаты представлены на выставке и как будут развиваться партнерские отношения с Ираном Расскажем далее в сюжете Одной из визитных карточек Ирана является изделие ручной работы Местные мастера многие столетия оттачивали свои навыки, передавая их из поколения в поколение В предактовом зале Музея истории Казанского университета состоялось открытие международной выставки «Иранские ремесла», посвященной культуре Ирана Стране, чьи представители находятся в отличных отношениях с Казанским федеральным университетом и планируют плодотворно их продолжать Открытие экспозиции посетили генеральный консул Исламской республики Иран в Казани Давуд Мирзахани, проректор по внешним связям ВУЗа Тимирхан Алишев и другие Директор дирекции музеев Казанского федерального университета Светлана Фролова в своей приветственной речи отметила, что автор музея выставки стал Тимирхан Алишев Я хотел бы отдельные слова благодарности действовать уважаемому генеральному консулу, господину Мирзахани за поддержку этой инициативы И за то, что вот эти экспонаты, которые мы сегодня видим, были доставлены в Казань и предоставлены Казанскому федеральному университету на время проведения этой выставки Чтобы все вы могли с этим познакомиться Действительно, я думаю, здесь есть люди, которые идут с гражданами Ирана, есть те, которые наверняка посещали в свое время Ирана Мне тоже посчастливилось несколько раз быть в Иране, в разных городах Ирана И невозможно вернуться из Ирана и не остаться впечатлением от культуры, от наследия и от современного развития Ирана, которое мы наблюдаем Поэтому это действительно замечательно и невозможно не загореться идеей принести частичку Ирана в Казань Тимирхан Алишев отметил, что именно в Иране были найдены материалы, описывающие принятие ислама на территории Татарстана Это, по мнению проректора по внешним связям, стало одним из значимых открытий в истории современных татар Давуд Мирзахани, в свою очередь, выразил благодарность руководству Казанского федерального университета за содействие в организации выставки А также надежду на плодотворное сотрудничество в будущем Он отметил, что в экспозиции будут представлены более 100 изделий иранской ручной работы Выставка не могла бы состояться без активного участия Генерального консульства Ирана, который находится здесь, в Казани Предметы, представленные на выставке, были привезены из Ирана сюда, в Казань Они представляют разнообразие современных ремесел Это все ручная работа И, как правильно сегодня было сказано на выставке, что человек, невзирая на то мужчину, он или женщина, иранец Даже если он находится на другой планете, он обязательно должен учиться Кроме того, на выставке представлены экспонаты, привезенные прямиком из Ирана Они представляют разнообразие современных ремесел и богатую культуру народа Это подсвечники, лампы, письменные приборы, оформленные в национальном стиле Зеркала и часы, кухонная утварь На выставке можно познакомиться и с декоративно-прикладным искусством Ирана Экспозиция богата коврами и рукописными картинами Эта выставка показывает богатую культуру и цивилизацию Которая возникла несколько столетий тому назад И традиции, культура, они продолжают сохраняться в современном иранском обществе Это традиционная и народная культура Она отражается в предметах, которые окружают ежедневно жителей Ирана Здесь мы поэтому можем увидеть подсвечники, лампы, письменные приборы Что очень важно для людей, которые занимаются наукой, которые учатся, которые пишут, причастны к такой письменной культуре Также в соседнем зале в Музее истории КФУ состоялась церемония вручения сертификатов о прохождении стажировки Развития исследовательских и профессиональных компетенций преподавателей вуза в условиях инновационной экономики Проректор по внешним связям Тимирхан Алишев вручил дипломы представителям Узбекистана Влада Заврагина, Александр Антонов, Универ, Новости А на этом все В студии была Анастасия Дворнова Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин